Время новостей на телеканале ЛАБА. В студии Юлия Сухомлинова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Состоялась инаугурация главы Ахметовского поселения Виктории Турковой. Сотрудники учреждения образования, культуры и спорта присоединились ко всероссийской акции на работу на велосипеде. Майя Шибзухова доложила о проделанной работе в рамках реализации краевого гранта «Будущее начинается сегодня». В станице Ахметовской состоялась первая сессия совета четвертого созыва. В повестке три вопроса, первый из которых – о вступлении в должность главы поселения Виктории Турковой. В работе сессии принял участие глава Лабинского района, почетные граждане Ахметовского поселения, руководители предприятий и организации. Репортаж Людмилы Никоновой. 20 сентября 2019 года – важный день для избранных депутатов Совета Ахметовского сельского поселения и для жителей, которые голосовали за них 8 сентября. В местном Центре культуры досуга состоялась первая сессия четвертого созыва. В соответствии с регламентом работы Совета и уставом поселения открыла ее председатель территориальной избирательной комиссии Лабинской Юлия Несветайло, огласила результаты выборов и вручила удостоверение вновь избранным депутатом. Первый вопрос повестки – вступление в должность главы Ахметовского сельского поселения Виктории Турковой. Присягу она произнесла, положив руку на Конституцию Российской Федерации и устав сельского поселения. Я, Туркова Анатолия Сергеевна, вступаю в должность главы Ахметовского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края. Обязуюсь верно служить жителям Ахметовского сельского поселения Лабинского района, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека, осуществлять данные вне полномочия исключительно в интересах Ахметовского сельского поселения Лабинского района, всей своей деятельностью способствовать его социально-экономическому развитию и благополучию. Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, соблюдать и защищать устав Ахметовского сельского поселения Лабинского района. Прежде чем вручить Виктории Турковой удостоверение главы, Игорь Чигаев обратился к депутатам и присутствующим на сессии жителям поселения. После слов поздравления глава настроил новую власть на продуктивную работу. То, что в течение этого года нам вместе с вами, в поддержке жителей общественности, скромно нашу вкладу и, конечно, самую большую вкладу администрации, края ЗСК, удалось немножко проблем решить, это и мост сейчас идет, строительство стоит, и крыши ремонтировали, и немножко и дорогу поправили на Чернореченскую, и от других уходов, спортивные детали появляются. Это все неплохо, но это все вообще не то, что нужно поселению. Сейчас очень много есть как договоренностей, так и планов. Допустим, по приезду к раннему министру транспорта Краснодарского края я обратился, исходя из ваших проблем, то, что вы здесь всегда обозначаете, чтобы на краевой уровень передать дорогу, на горную до конца и на Чернореченскую до конца, для того, чтобы за счет краевого бюджета ввести соответствие не просто в соответствии, а асфальтно-бетонное покрытие, чтобы еженедельно она обслуживалась, чтобы зимой снег чистился, а не просто сварился куда-то, чтобы она была не хуже, чем от Ахметкина, Ладинской. И, в принципе, устное подтверждение уже получено. Мы направляем пакет документов, занимаемся тем, чтобы все это в этом году состоялось. Совет в Ахметовской многопартийный, отметил глава района. Но все кандидаты в своих программах заявляли о стремлении решать проблемы, улучшать сельскую жизнь. И это можно сделать, объединившись. Мы должны быть на деле и на словах, и на декларации одной большой дружной командой, чтобы вы помогали нам, мы помогали вам, мы вместе дружной командой обращались в администрацию края. Поздравляем. В череде поздравлений от жителей поселения слово взял настоятель местного храма, представитель органа ТОС и директор 21-й школы. Те, кто отдали свои голоса за Викторию Туркову, верят в развитие своей территории. Люди увидели перемену. Люди почувствовали свежий воздух, свежий ветерок. И поэтому вы сами депутаты видели эту предвыборную борьбу. И поэтому перед вами стоит очень ответственная задача, чтобы поддержать ту волну перемен, которая станица вообще наступила у нас. Ответное слово главы поселения – это не просто благодарность за доверие, это желание работать на благо жителей Ахметовской, Горного и Чернореченской. Поэтому Виктории Турковой предстоит приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие избирателей. К тому же глава поселения возглавляет совет. Сегодня очень торжественный и ответственный день в моей жизни. Буду работать на благо нашего Ахметовского поселения. Буду максимально прикладывать усилия, чтобы у нас были и новые рабочие места, и молодежь возвращалась, и дети наши не уезжали. Чтобы наша станица только процветала. Полагаю, что наша работа будет продуктивная, интересная и только во благо наших жителей. На первой сессии депутаты приняли решение еще по двум вопросам. Выбрали заместителя председателя совета, отдали предпочтение опытному депутату предыдущего созыва и зарегистрировали фракцию партии «Единая Россия», в которую вошло большинство депутатов. После закрытия сессии состоялась церемония награждения участников фестиваля «Экотур». Глава района наградил почетными грамотами самых активных жителей. Результат проделанной работы – это яркий пример взаимодействия власти и населения. И есть уверенность, что благодаря совместным усилиям свершатся и другие начатые проекты, а планов у главы района много. Подводя итог, Игорь Чигаев снова говорил о роли жителей, депутатов, исполнительной власти, призывая к объединению. «Это одно из моих любимых поселений. Скажу честно, не в обиду, у меня все любимы, но здесь по-особому, потому что я очень сам люблю природу, горы, чистый воздух, стараюсь много времени, свободного из того, которое немного у меня, проводить на свежем воздухе. И мне очень хочется, чтобы как и в соседних муниципальных образованиях, в наших красивых населенных пунктах тоже были и условия, и фраструктура, и то количество отдыхающих, туристов, которые есть там буквально в нескольких десятках километров от нас. Поэтому здесь я по-особому отношусь к этим проблемам. Мы определили все основные инфраструктуры и проблемы, занесли их в дорожную карту, и чтобы их реализовывать, нужна команда. Команда единомышленников, не таких, которые немного говорят, но больше делают. Здесь нужно и дороги привести в соответствие на наше и городом, и Чернореченской. Здесь нужно решить вопрос в ближайшие несколько лет, вопрос газификации, потому что здесь не будет тепла, но людей мы не говорим, бизнес серьезный не пойдет, вкладывать в туристические отрасли, если не будет недорогого обслуживания в тепле. Здесь есть плюс еще преимущество по сравнению с другими населенными пунктами. Здесь еще в советское время были разработаны скважины, чистые питьевые воды, чернореченские, планировали соседям из спального образования поставлять эту воду. Сейчас мы это все берем как фундамент себе, будем готовить документы, вступать в краевые федеральные программы для того, чтобы не просто здесь водоснажение наладить, но и весь наш район отсюда могли. Мы не просто могли дороги здесь поправить, мы могли их передать в край, как мы сейчас занимаемся, и от Лобинска до Горного до конца и до Черной речки у нас была возможность обслуживать дороги за счет краевого бюджета, а собственный дорожный фонд мы направим на местные дороги второго значения. Скажу честно, здесь планов минимум на миллиард рублей на ближайшие пять лет, минимум на миллиард. Но для того, чтобы они состояли, должна глава поселения, депутат объединиться, очень внимательно готовить свой бюджет, закладываться финансирование, закладывать деньги на проект на смену, документацию и при поддержке губернатора, то, которое сегодня есть, законодательное собрание крайней. Большая доля вероятности, что все наши планы могут реализоваться. Я лично буду сопровождать все проблемы их решения в Ахметовском, чтобы люди, как и на сегодняшний день, и дальше оценивали нашу работу и изменения по конкретным делам вокруг себя. Но Ахметка, я думаю, очень перспективное поселение. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА. Всероссийская велоакция на работу на велосипеде с каждым разом пользуется все большей популярностью среди жителей Лабинска. Сотрудники учреждения образования, культуры и спорта примкнули к масштабной акции, сменив четыре колеса на два. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Сотрудники учреждения образования, культуры и спорта оставили автомобили дома, сменив четыре колеса на два, примкнув к масштабной акции на работу на велосипеде. Ранним утром в спорткомплексе «Олимп» свободного места на велопарковке уже не найти. Это транспорт сотрудников управления физкультурой и спорта. На свежем воздухе с утра проехаться – это очень даже неплохо перед рабочим тяжелым днем. Эмоциональный заряд на весь день и физические нагрузки, хоть и небольшие, но все-таки они присутствуют. Заботятся об окружающей среде, своем здоровье и личном времени сотрудники пятого детского сада. Коллектив, да и сама заведующая приехали сегодня на велосипедах. Наш детский сад принимает активное участие в акции на работу на велосипеде. Сотрудники детского сада являются сторонниками защиты окружающей среды, а велосипед – это самый экологически чистый вид транспорта. А для некоторых сотрудников дошкольного учреждения велосипед – повседневное средство передвижения. Я не только сегодня приехал на велосипеде, но и каждый день езжу. Это удобно, быстро, в отличие от авто, никаких пробок. Не нужно тратиться так много на ремонт. Ну, то есть, лично мне нравится. Я живу недалеко, поэтому мне это в радость, в удовольствие. Ну и для здоровья, естественно. В моем возрасте я считаю, что это очень полезно. На личном примере детей приучают к здоровому образу жизни учителя четвертой школы. Общественному транспорту и личным автомобилям они предпочли свежий воздух и физическую нагрузку. Это семейная пара учителя четвертой школы. Егор Владимирович идет в физкультуру. Наталья Николаевна – иностранный язык. Познакомились они 17 лет назад, когда ездили на велосипедах на работу в сельскую школу. Даже мы познакомились, когда ездили на велосипеде домой. Да. Мы работали в сельской школе, в станице Владимирская, оттуда в Лобинск, добирались и туда на велосипедах. Это нас связало. Связало, да. За много лет в этой семье сложились свои традиции, связанные с велопрогулками. Мы ведем здоровый образ жизни, мы спортивная семья. Постоянно ездили на велосипеде на речку, прогулки делаем и вообще даже с детьми делаем. Ну вот в мае последний у нас учебный день, последний звонок, и мы делаем велопрогулку. Часто просто из экономии даже времени проще проехать на велосипеде, нежели проехать на транспорте. Ну и полезно с приятным. Велосипед – это хорошая альтернатива бегу и здоровый образ жизни. Хорошая аэробная нагрузка, полезная нагрузка для суставов, в отличие от бега. Только за. Если бы побольше еще велосипедных дорожек, было вообще замечательно. С каждым годом велосипедистов в Лобинске становится все большим, потому что это модно и экологично, а еще и для здоровья полезно. С этим согласны и коллективы учреждений культуры. Сотрудники музея, детской школы искусств, кинотеатра «Восход», взрослые детской библиотек, центры досуга молодежи «Портал» поддержали всероссийскую акцию на работу на велосипеде. В здоровом теле здоровый дух, поэтому сегодня решили поддержать всероссийскую акцию велопробега. Приехали на работу на велосипеде. С детства с велосипедом вместе катаемся и собираемся и сейчас с друзьями, выезжаем в горы, поэтому поддерживаем эту акцию. Езде на велосипеде возраст не помеха. Это доказывает Виктор Александрович Николаенко. В свои 80 он преподает в детской школе искусств и каждый день не расстается с двухколесным другом. Вот и сегодня он ни в чем не уступает молодым участникам акции. «На велосипеде лет 50, больше. Это очень хороший вид транспорта, оздоровительный, в любую погоду. Я рад, что есть у меня велосипед, что я пользуюсь таким видом транспорта. И всем желаю, и всем. Это здоровье, это радость, это успех и в работе, и в семье». Велосипедисты спешат насладиться погожими днями, ведь совсем скоро сезон завершится. Наступят холода и большинство любителей велотранспорта возобновят поездки лишь весной, когда снова можно будет прокатиться по улицам Лобинска с ветерком. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». С начала лета более 130 детей из группы «Риска» и их родители получили социальную и психологическую помощь, а профориентационные, творческие и спортивные занятия помогли детям определиться с выбором будущей профессии. Все это стало возможным в рамках реализации краевого гранта «Будущее начинается сегодня». Майя Шибзухова доложила о проделанной работе. «Будущее начинается сегодня». Так называется программа, которую реализовала Бинский центр профориентации в рамках краевого гранта. Она была направлена на поддержку и адаптацию несовершеннолетних детей и их родителей. На отчетной конференции Майя Шибзухова подвела итог проделанной работы. «Как любая программа, она имеет начало и конец. И мы хотим сегодня доложить вам, рассказать о том, какую работу мы проделали. В основном эта работа была именно в летние месяцы, потому что дети как раз были освобождены от школьных занятий». В рамках гранта реализована разносторонняя программа. Команда специалистов работала по психологическому направлению. Это различные тренинги, консультации для детей и родителей. «У нас было запланировано четыре вида тренингов, четыре серии тренингов». Еще надо сказать обязательно, что мы работали не только с детьми города Лобинска, но и выезжали по поселениям и работали в поселениях. Были проведены психологом беседы в режиме вопрос-ответ. И, естественно, это все способствует повышению правовой грамотности и предупреждает все-таки правонарушения в их среде. Тренинги родительской эффективности, беседы, тестирования, анализ психологического состояния и дальнейший разбор ситуации для многих участников занятий будут способствовать гармонизации семейного климата и улучшению детско-родительских отношений. Участники тренингов смогли разобраться в конкретных случаях, получили рекомендации от квалифицированного психолога. И в результате дети и родители начинают лучше понимать друг друга и налаживая все взаимоотношения и с окружающими в том числе. Профильные специалисты помогали детям раскрыться и освободиться от проблем, вовлекая их в творческий процесс. Проводились мастер-классы с психологом по арт-терапии, сказкотерапии. А экскурсии в Лобинский музей, поездка в Ставропольский цирк, встречи с именитыми спортсменами оставили у ребят самые яркие впечатления. Программа была очень насыщенная, очень интересная. И мы считаем, что с нашей целью оказать содействие и социальную поддержку мы выполнили для этой категории нашего общества. Она является инновационной для Лобинского района, потому что вот такая неформальная, разносторонняя, адресная программа, направленная на целевую группу, она как бы впервые в Лобинске у нас осуществляется. Участники проекта получили знания, умения и навыки, которые они смогут применить в будущем для успешной, самостоятельной, безболезненной адаптации и социализации для того, чтобы стать полноправными членами общества. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Таким был сегодняшний выпуск. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.